После того, как Джеймс Уэбб потряс нас изображение молодой Вселенной в самом начале своей миссии, теперь настал черед совершенно новых видов нашей собственной Солнечной системы. Последнее изображение Сатурна неожиданно представляет газовый гигант с его кольцами в совершенно ином свете, а новый телескоп вновь открывает то, чего раньше не видел ни один человек. Ученым приходится вновь задавать себе неприятный вопрос. Что, собственно, они до сих пор знали о нашей Солнечной системе? И возможно ли, что Сатурн совершенно иной, чем предполагалось до сих пор? Давай теперь отправимся в путешествие прямо за нашу галактическую входную дверь и к нашей загадочной соседней планете Сатурн. Сатурн открыт заново. Космический телескоп Джеймс Уэбб обеспечивает одно удовольствие. Ученые знали, что этот телескоп будет таким, как ни один другой до него. Изображения дальнего космоса, завораживающих явлений в космосе, таких как разноцветные туманности или далекие галактики, еще никогда не были видны с такой яркостью и резкостью. Постепенно новый телескоп СТАР обратит свое внимание и на небесные тела в нашей собственной Солнечной системе. И вот 25 июня 2023 года НАСА выпустило совершенно новое изображение газового гиганта Сатурна. Многие астрономы-любители вообще не узнали бы планету на этом снимке, а могли бы предположить, что где-то в дальних уголках космоса находится похожая на Сатурн экзопланета. Сильно изменившийся облик Сатурна обусловлен техникой, использованной для получения снимка. С помощью прибора НЕРКМ Джеймс Уэбб изображает знакомые объекты совершенно по-новому. Это сделано не просто ради художественного эффекта. Цветовая фильтрация служит для того, чтобы подчеркнуть некоторые особенности планеты, которые остались бы неизвестными в видимом световом спектре. На новом изображении от светло-серого до коричневатого Сатурн предстает в очень темных тонах, а прекрасная система колец блестяще освещена. Другие газовые гиганты Солнечной системы уже были показаны в совершенно новом свете Джеймс Уэббом, и Сатурн был последним на очереди, которого не хватало. В частности, для газовых гигантов новая технология является огромным прогрессом, так как фильтры впервые позволяют провести точный анализ состава поверхности. Тепло и тепловые выбросы Не так-то просто на расстоянии выяснить, что происходит на планете, удаленной на сотни тысяч километров. Новые технологии Джеймс Уэбб призваны помочь глубже заглянуть в происходящее на газовых гигантах. В отличие от видимого света, более длинные волны инфракрасного излучения легко проникают сквозь плотные полосы облаков и области газа и пыли. Рассеяние или поглощение волн в более глубоких областях газовых планет делает видимыми структуры внутри них. Таким образом, инфракрасные камеры Джеймс Уэбб сейчас раскрывают многие аспекты ранее совершенно скрытых объектов в космосе. Таким образом, исследование Сатурна вышло на совершенно новый виток, и мы можем с нетерпением ждать совершенно новых открытий, которые придут им на смену. Помимо структур в недрах, с помощью инфракрасного света можно провести измерение элементов в газовых оболочках. Инфракрасный свет не полностью свободен от реакции. Например, когда он попадает на газ метан в атмосфере Сатурна на определенной длине волны, почти весь свет поглощается. Именно поэтому Сатурн выглядит очень темным на изображении, сделанном ВЭПом. Даже несмотря на то, что северное полушарие Сатурна в момент получения снимка находилось в конце своего семилетнего лета. Эта часть гораздо темнее на инфракрасном изображении. Это явление указывает на ранее неизвестный процесс в атмосфере Сатурна, в результате которого образуются крошечные частицы или аэрозоли. С другой стороны, атмосфера, окружающая края диска планеты, ярко светится на снимках. Это свечение может быть результатом флуоресценции метана. При флуоресценции атомы поглощают свет, а затем излучают его на совершенно другой частоте. Согласно первоначальным оценкам, яркий край также может происходить от выбросов ионов триводорода, которые в изобилии присутствуют в верхних слоях Сатурна. Однако точными результатами исследования мы сможем поделиться только после того, как ученые опубликуют новые исследования снимков. Изображения, подобные этим, дают планетологам материал, на который можно потратить месяцы или даже годы работы с небесным телом. Технология, лежащая в основе изображений Изображения, которые ты видишь здесь, это гораздо больше, чем просто один снимок. Итоговое изображение – это результат длительного наблюдения, в ходе которого было сделано множество различных отдельных снимков. Затем Джеймс Уэбб объединяет необработанные изображения, сделанные с помощью фильтров с разной длиной инфракрасной волны. На данный момент доступны не все отдельные изображения, но каждое частичное изображение показывает различные аспекты поверхности и окружающие среды Сатурна. Некоторые изображения, которыми мы уже можем поделиться с тобой, включают вот это, на котором Сатурн выглядит как гигантская светящаяся летающая тарелка. На этом снимке, сделанном с помощью спектрометра с длиной волны NIRSPEC, видны полосы облаков Сатурна, а свечение флуоресцентного кольца затмевает все. На другом потрясающем снимке Сатурн изображен почти полностью черным, в коротком ближнем инфракрасном диапазоне длин волн. Каждое из этих изображений раскрывает перед учеными новые детали этой уникальной планеты. Этот потрясающий снимок является результатом 20-часовой наблюдательной миссии и показывает Сатурн как шоколадно-коричневую сферу в кольцах, которые светятся почти ярко-голубым цветом. Однако, опять же, изображение сделано не просто для красоты. Скорее, здесь, перед фильтрами биг-спектрометра, поставлена задача глубже проникнуть в тайны спутников и колец Сатурна. В ходе многодневных наблюдений за Сатурном с помощью телескопа Джеймс Уэбб, было проведено множество других измерений с помощью приборов, МИД-инфраред-инструмент и МИРИ. Однако, на данный момент ученые все еще держат эти изображения в секрете. Сообщество фанатов с нетерпением ждет этих снимков и надеется на получение еще большего количества совершенно новых впечатлений о Сатурне. НАСА преподносит миссии Джеймса Уэбба и последние снимки как ловкую игру на любопытстве и интересе миллионов людей на Земле. Изображения становятся достоянием общественности лишь раз в несколько недель. Это понятно, потому что НАСА и ученые, которые в этом участвуют, не хотят, чтобы Джеймс Уэбб вырвался в инструмент, который массы затуманивают постоянными новыми поступлениями. Снимки выкладываются на всеобщее обозрение таким образом, чтобы вдохновить и заинтриговать, а также повысить интерес к исследованию космоса. Самая новая и самая дорогостоящая космическая обсерватория – это научная лаборатория сама по себе. Размещенный глубоко в космосе после долгих лет строительства телескоп наконец-то предоставляет изображения и измерения, о которых давно мечтали ученые. Давайте снова обратим наше внимание на Сатурн. Кольца Сатурна сияют Несколько месяцев назад ВЭП удивил нас очень похожими изображениями Юпитера. И снова астрономы-любители были удивлены, потому что они никогда раньше не видели самую большую тяжелую планету Солнечной системы в таком виде. Инфракрасная техника выявила структуры, которые, что удивительно, теперь были обнаружены в очень похожей форме в северных областях Сатурна. В обоих случаях ученые подозревают игру гравитационных волн, взаимодействующих с аэрозолями в верхних слоях атмосферы. Главной достопримечательностью снимков являются, конечно же, кольца и спутники – Диона, Энцелад и Тетис. На темном фоне, который представляет здесь Сатурн, кольца выходят на первый план, как настоящие суперзвезды изображения. Кольца Сатурна, несмотря на интенсивные исследования последних десятилетий, до сих пор остаются загадкой, которая завораживает как ученых, так и обычных людей. На новом изображении они предстают в виде светящихся и толстых горизонтальных полос. Разнообразие колец, похоже, сливается на снимки в три больших главных кольца. Благодаря таким космическим зондам, как Кассини, астрономы выяснили, что кольца состоят из смеси пыли, камней и частиц льда. Размер массивных порций варьируется от крошечных зерен размером с песчинку до кусков породы размером с высокие горы. Откуда взялась эта порода и в какой степени она связана с образованием многочисленных спутников в окружении Сатурна? До сих пор один из больших вопросов астрономии. В случае же с ледяным кольцом этот вопрос был прояснен миссией Кассини, которая длилась почти 20 лет. Увлекательные снимки показали, что ледяной спутник Энцелад в ходе бурных вулканических извержений выдувает большое количество ледяных частиц на 9600 км в окружающее пространство, формируя таким образом часть кольцевой системы. Спутники Сатурна Вокруг Сатурна резвятся 82 спутника. На новом снимке Дионы, Энцелад и Тетис выстроились как на ниточке и видны как светящиеся точки. Мы уже кратко познакомили тебя с Энцеладом. Но этот спутник таит в себе гораздо больше секретов, чем просто его ледяные фонтаны. Ученые подозревают, что под ледяной поверхностью спутника находится один из самых больших океанов за пределами Земли и в пределах Солнечной системы. Вулканизм показывает, что Энцелад должен быть активным в своих недрах. Следовательно, вода в более глубоких слоях спутника может быть жидкой. Следы фосфора, измеренные в окрестностях Энцелада, указывают на существование биологической жизни. Глубокие океаны могут скрывать микробов или других крошечных существ. В настоящее время существуют планы по бурению Энцелада и нескольких других ледяных спутников в будущем, чтобы раскрыть тайну в глубинах спутников. Если ученые впервые обнаружат следы бактерий на другой планете или спутнике, это будет огромным прогрессом в изучении происхождения жизни во всей Солнечной системе или даже во всем космосе. Только начало Спустя год после запуска миссия Джеймс Уэбб все еще находится на ранней стадии. Телескоп стоимостью примерно 11 миллиардов долларов будет оставаться суперзвездой ночного неба как минимум 10 лет. Скорее всего, эксплуатация телескопа будет продолжаться гораздо дольше. Его коллега Хаббл в настоящее время также продолжает работать. Ученые признают, что им предстоит выяснить, на что действительно способен Джеймс Уэбб в ходе первых наблюдательных запусков. Прибор предлагает тысячи вариантов калибровки, фильтрации и методов анализа. Это похоже на то, как если бы кто-то подарил тебе новую высокотехнологичную камеру. Модель с такими возможностями раньше не существовала на рынке. Даже будучи профессионалом, ты имел бы дело с чем-то совершенно новым. Поначалу ты бы немного повозился, попробовал, настроил, разобрался. И в течение месяцев или лет ты, скорее всего, все равно нашел бы новые возможности. Именно этим сейчас занимаются исследователи с Джеймс Уэбб. И мы можем с нетерпением ждать, какие тайные и загадочные явления космоса откроет этот телескоп в ближайшие годы. В конце видео расскажи нам, как тебе понравились эти совершенно новые представления о Сатурне. Тебя тоже завораживают технические возможности телескопа? Или ты больше принадлежишь к эстетам, которые восхищаются чистой красотой космоса?